Неравнодушные жители Витебска сегодня собрались у латвийского консульства, чтобы поддержать Рижскую детскую академию радио и телевидения. После интервью, которое юные журналисты взяли у нашего президента перед открытием славянского базара, они оказались под прессингом латвийских властей, а их школу теперь грозятся закрыть. Призыв белорусов прекратить травлю детей, которая началась еще до их возвращения домой. Молодежь Витебска находится сейчас в полном недоумении от последствий безобидных действий детей со стороны Латвии. Это просто дети, которые, скажем так, практикуют, пробуют свою будущую профессию. Наш всеми любимый фестиваль, славянский базар Витебский, это отличная площадка, яркая. К нам на славянский базар приезжают наши соседи, которые разделяют наши позиции, наши цели. Дети вообще должны быть вне политики, точно так же, как и культура, как и спорт, вне политики. Они не сделали ничего такого, что могло бы оскорбить достоинства их страны. Они очень уважительно относятся к традициям своей страны. Сейчас вот такая ситуация в Латвии разворачивается. Не только эти ребята, но и другие, которые занимались, стали заложниками вот этой совершенно непонятной для нас ситуации. Славянский базар – это площадка мира и взаимопонимания между народами. В этом году Международный форум собрал участников и гостей из 32 стран, несмотря на сложную транспортную логистику.